Вот эта часть, она такая радостная, такая светлая, легкая, очень понятная. Директор музея Сибирского федерального университета Анна Румянцева специально пришла в картинную галерею пораньше, чтобы еще раз полюбоваться на розы, горы, дачные дворики, целый предметный мир кандидата архитектуры, члена Союза архитекторов России Галины Лошук. Художница представила на выставке свыше 70 своих работ, созданных за последние три года. Вот эти три года, они как раз попали на наш тяжелый период коронавируса. Я и занималась акварелью дома. Здесь ее портрет в молодые годы, написанный карандашом. И таких работ здесь немного. В основном это акварель. И вот этот портрет я вам могу показать в другом месте, где он натуральный, а не просто набросок. На открытие выставки пришли коллеги и друзья художницы, и просто любители изобразительного искусства. Галина Лошук открывает секрет своего подхода к натюрморту. Я вообще с пиететом отношусь к предметам, которые я пишу. Это же точно очень изобразит дух, смысл этого предмета. Натюрморт, говорит художница, это загадочное явление, где вещи вступают в диалог друг с другом. Как рассказывает автор выставки, в три года она начала чиркать карандашами, и соседка сказала пророческие слова – станет художницей. Галина Петровна окончила детскую художественную школу имени Сурикова и считает себя ученицей в четвертом поколении нашего великого земляка. Суриков ратовал за открытие школы. У него был ученик Каратанов, а у Каратанова был ученик Ликаренко. После школьных занятий заслуженным художником России Андреем Ликаренко Галина Петровна училась в Московском архитектурном институте. 40 лет проработала в Институте архитектуры и дизайна СФУ. Об этих годах вспоминают коллеги-художницы. Когда я приехал в Красноярск на факультет и на эту специальность, я попал в группу, с ней вместе мы вели. Третий курс она в одной группе. Я у нее учился в педагогике, так скажем, архитектурной. Сергею Герасченко очень понравилась одна из работ «Срезанные розы». Художница пообещала подарить ее профессору. Искусство – это болезнь, которая никак не проходит. Шутливо говорит она про свое увлечение и об акварели, готова говорить часами. Называет ее искусством владения цветными потоками. Отмечает, что эта техника любит дневной свет, качественные краски и бумагу. Акварель – это особый материал, удивительный материал. К сожалению, сейчас акварель не очень распространена эта техника. Ее редко преподают даже в школах и вузах. Выставка только начала свою работу и продлится до 19 мая. Джамиля Ташова, Станислав Катунин. Телевидение Сибирского федерального университета.